На Всемирной неделе финансовой грамотности 108 представителей учреждений образования региона встретились на площадке Брестского научно-технологического парка для того, чтобы сразиться за звание победителя областного турнира по интеллектуальным играм и проверить свои знания в сфере финансов. С 2017 года мы проводим такие игры. Направлена она на школьников, старших учащихся, которые соревнуются в своих знаниях финансовой грамотности. Мы, как правило, готовим призы и за первые три места получают ребята памятные монеты Беларусьбанка. И это является своеобразным символом того, что вот уже первоначальный капитал у них есть на руках. Ну а далее для благополучия понадобятся их знания, умения, навыки, которые они получат, в том числе на этой игре. В этом зале молодежь, которая завтра будет управленцами, финансистами, банкирами. Благодаря знаниям и умениям, которые они получают в процессе обучения, они применят эти знания в дальнейшем жизни на благо процветания нашей республики. Игра включала в себя шесть туров по семь вопросов. На обсуждение и подготовку ответов участникам отводилось 30 секунд. Вам будут представлены фото зданий центральных банков различных стран, их адрес и имя нынешнего главы банка. В ответе необходимо написать название страны. Вопросы были действительно сложными. Все они касались финансовой сферы, предполагали предварительную подготовку и общую эрудированность. Кроме того, участникам помогли знания музыки, различных исторических событий личностей, а также умение делать логические выводы. Очень рады представлять свою команду в этой игре, в городе Бресте. Очень приятная атмосфера, так много интересных ребят, очень интересные вопросы на совершенно разнообразные темы. Очень рады, что приехали сюда. Такие игры помогают молодежи больше понять, в каком обществе они живут, развивать финансовую грамотность, потому что молодежь, в первую очередь, должна понимать, что такое кредит и где его взять, и что лучше не делать. Сейчас без этого никак не выжить. Мы пользуемся деньгами каждый день, и какую бы работу мы ни выбрали, это финансовые знания всегда будут нас как бы сопровождать. Главное помнить, что финансово-грамотные миниры ждаются, ими становятся, приобретают эти знания в течение всей жизни. Победителем областного этапа турнира стала команда средней школы номер 7 из Кобрина. Второе место завоевали учащиеся из девятой школы Бреста, а бронза в упорной борьбе досталась Брестскому областному лицею имени Машерова. Всем трем командам предстоит отправиться на финальный этап игры, который пройдет 24 марта в Минске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!